Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! И мы продолжаем изучать Тору. Продолжаем изучать Тору. Значит, как раз вот сегодня Всевышний прямо очень четко и красиво показывает иллюстрации к недельным главам в жизни. Вот лично я вижу конкретные четкие иллюстрации в жизни, да? Так, хорошо. Так, смотрим мы сейчас. Какая иллюстрация к жизни? Вот смотрите, какая интересная вещь получается. Вот сегодня недельная глава. О чем нам говорит Бо? Значит, о том, что Машер Абейну пришел к фараону и продолжает от имени Всевышнего фараону объяснять, что Всевышний хочет, чтобы еврейский народ вышел из Едипта и пришел куда? Пришел в пустыню служить Богу. Хорошая просьба, да? Почему нет? Ну, почему нет? Вот как можно... Почему фараон должен вдруг запретить, да? А фараон говорит, нет, секундочку, это мой народ, это я его... Они мои рабы, я никого не отпущу, я здесь хозяин. Всевышний говорит, нет, говорит ему, фараону, не ты здесь хозяин. Здесь Бог хозяин. Везде Бог хозяин. И вот этот разговор, вот эта беседа, вот это противостояние, оно как раз и является основным противостоянием в жизни человека. То есть человеку все время кажется, что он управляет жизнью, что люди управляют жизнью, что какие-то там вирусы могут управлять жизнью, еще что-то управляет жизнью. Но по факту только Всевышний управляет жизнью, нет другого хозяина в этом мире, кроме как Бог. И человек, он думает, что вот можно предсказать все, предохраниться, знаете, как... Нет, вообще нет. Вот, и как раз сегодня, вот я хотел вовремя так все сделать, успеть, все, ничего не успевал, видите, даже 10-10, да, уже, 10-10, а я только начал. Есть удивительная вещь, да, вот у меня там отец попал в больницу, теперь есть человек, который там помогает, у него ночью сегодня жена попадает в больницу, и скорая помощь, молодая женщина, там все такое. То есть человек чудом живет, вот конкретно чудом мы живем, и это чудо надо видеть, и, как говорил царь Соломон в книге «Экклезиаст», вот нужно каждое мгновение, пока есть возможность радоваться, нужно радоваться, каждое мгновение нужно, как сказать, выжимать из него максимальную благодарность Всевышнему, максимальную радость, потому что если ты этого не делаешь, то это только личный твой выбор, и наступят все равно времена, как он пишет в конце, в 12 главе, в Каэлите он пишет в «Экклезиасте», наступят времена, он пишет, когда все уже, все постареет, он говорит так, наступят такие времена, когда ты скажешь, что не рад я этим временам. Ну, действительно, люди иногда попадают, не дай бог, в такие тяжелые ситуации жизненные, и они говорят, я вообще не рад, а потом они попадают в еще более тяжелые ситуации, и говорят, эх, мне бы вернуть ту тяжелую ситуацию, я бы не прыгал бы до потолка бы от радости, только бы мне вчерашнее, то, что я думал, что тяжело, мне бы то вернуть. Поэтому мы должны стараться, это то, в принципе, к чему человек стремится, это смысл, смысл жизни, люди хотят радоваться, нужно вот, пока есть возможность, прямо слава богу, вообще слава богу, что есть то, что есть. Все, друзья, удачи, успехов, и мы продолжаем изучать разговор Маше Рабейну с фараоном. Приходит Маше Рабейну, уже его позвал Паро в этом отрывке. Значит, глава Бо, 10-й подраздел, и позвал фараон Маше, и сказал, ладно, говорит, идите, служите богу вашему, служите уже ему, говорит, Рак, Цонхэм, Убакархэм, Юцак, только, говорит, ваш скот останется, а уже детей, ладно, берите с собой. Мы видим здесь как раз вот эту вот фараонскую, фараонскую вот эту вот черту контролировать, да, он говорит, я здесь хозяин, вот все, по-любому, будет вот так, хотя бы, говорит, уже скот оставьте, не хотя бы, он говорит, вот я здесь все равно руковожу, я вас отпускаю, но скот оставьте. И сказал Маше, Маше ему говорит, и ты еще дашь в нашу руку скот, чтобы мы принесли жертвы, и сделаем, и принесем мы жертвы богу нашему. Значит, Маше продолжает, и стада наши пойдут с нами, и не останется ничего, все возьмем с собой служить Всевышнему. Богу, так как мы не знаем, как мы ему будем служить, пока мы туда не придем. Да. Спасибо всем тоже, Рефу Ашламан, чтобы было полное выздоровление. Значит, Мушер Абейну говорит фараону, все для Всевышнего, поэтому ты не можешь указывать. Бог нам сказал идти служить, значит, мы идем. Значит, все. И тут фараон разозлился. Написано, И усилил Бог сердце фараона, И он не пожелал их отпустить. Вот тут, смотрите, очень много задают вопрос, где же свобода выбора? Где свобода выбора? Почему Бог лишил фараона свободы выбора? Так, оказывается, нет, он его не лишил свободы выбора. То есть, там, где была у него свобода выбора, если бы он выбирал быть человеком хорошим, добрым, честным, то тогда Всевышний бы, конечно, выполнил. Но везде, где у него была свобода выбора, фараон выбирал зло. А потом, когда у него уже была безвыходная ситуация, да, Бог ему не давал свободы выбора в той ситуации, когда... То есть, смотрите, вот у человека есть свобода выбора, свобода выбора есть у человека, давайте какую-то смоделируем ситуацию, где есть свобода выбора, и где уже Всевышний лишает свободы выбора, да? Например, человека забирают в армию. Вот у меня что-то пришло, например, Советская армия. Забирают человека в армию, как есть такой анекдот, когда стоят солдаты после присядей в Советской армии, и спрашивают там, рядовой Иванов, почему вы в армии? Он говорит, я служу Советскому Союзу. Рядовой Петров, почему вы в армии? Он говорит, потому что каждый мужчина должен отслужить в армии. Рядовой Рабинович, а вы почему в армии? Он говорит, извините, меня же никто и не спрашивал, почему в армии. Меня забрали, говорит, а что, мог быть не в армии? Так ответ ему такой, ты мог быть не в армии. Ты мог быть не в армии до момента, пока тебя забирали. То есть, ты мог 10 лет назад, например, там, что-то сделать, уехать за границу, я не знаю, убежать, перейти границу. Ты мог, то есть, у каждого человека в какие-то моменты есть свобода выбора, но в какой-то момент ты попадаешь в ситуацию, когда у тебя уже нет свободы выбора. Но то, что ты в нее попал, это ты попал вследствие твоих предыдущих выборов. И это то, что говорит Ник Вучич, например, да, такой есть человек замечательный. Он говорит, очень важно, очень важно, там, где ты не можешь бороться, у тебя нет свободы выбора. Смириться, все, Всевышний тебя поставил, поставил. Теперь дальше. Если, если у тебя есть свобода выбора, тогда ты должен бороться. И нужен разум, чтобы отличить одно от другого. Иногда человек смиряется там, где он может многое изменить. Там, где он может, там, очень, вот, Ник Вучич, он же не смирился с тем, что он инвалид, и что он будет жить жизнью инвалида. Он женился, он написал четыре книги и так далее. То есть, там, где он мог изменить, он менял. Там, где он не мог изменить, он смирился. То есть, он принял ситуацию, что у него нет рук и ног. Он объяснил ситуацию, что Всевышний от него этого хочет, чтобы он был для других примером того, как не надо сдаваться, как надо в любой ситуации быть верующим, веселым, радостным, счастливым, помогать людям и так далее. То есть, он говорит, это у меня миссия такая. Да, он для себя это объяснил. И, значит, и, но там, где он мог изменить, он никогда не смирялся, не останавливался, и он сотни-сотни раз пытался сделать какое-то действие, пока мисс у него не получалось это действие. Вот. Вот здесь мы видим, что фараону Всевышний, когда фараон мог быть человеком, он не был человеком, он не хотел быть, делать выбор в сторону Всевышнего и в сторону добра. Когда, когда, спасибо, спасибо, спасибо всем, кто желает здоровья моему отцу, чтобы Бог дал всего-всего хорошего. Двигаемся дальше. Значит, усилил, написано, и скрепил Бог сердце фараона, и не дал он им выйти. И сказал фараон Муше, уйди от меня, он ему говорит, Ишамер Леха, он говорит, чтоб ты остерегался, не добавляй больше, чтоб ты меня больше не увидел никогда, потому что в день, когда ты увидишь меня, умрешь. Он ему уже Маше Рабейну, его прям сказал так. Значит, Маше Рабейну, а ему отвечает, и сказал Муше, Кэнди Барта, он говорит, да, так правильно ты говоришь, верно ты говоришь, Ло Осиф от Роот Панеха, он говорит, я больше не буду видеть твоего лица. И ушел Маше Рабейну от него, и сказал Бог Муше, вот еще одна казнь я приведу на фараона и на весь Едипет. И после этого вышлет он вас отсюда, и просто изгонит он вас отсюда, да, то есть это сказал Бог Маше Рабейну. И теперь, вот здесь очень красиво в Торе написано, Бог ему говорит Маше Рабейну, просьба, говори, пожалуйста, в ухо твоему народу, да, то есть скажи евреям, чтобы они попросили у египтян серебряные и золотые изделия, и дал Бог милость народу в глазах египтян, и также Маше Рабейну был очень великим человеком в глазах египтян и в глазах еврейского народа. Значит, мы видим здесь следующую вещь, вот все, на этом сегодняшний отрывок заканчивается, давайте его разберем. Значит, мы видим следующую вещь, что это уже прошел, девятая казнь прошла уже 9 месяцев. Каждая казнь длилась неделю, и три недели Маше Рабейну предупреждал о следующей казни, потом неделя казнь, и три недели он опять предупреждает о следующей казни, и вот так вот оно все продолжалось уже 9 месяцев, то есть девятая казнь, девятая казнь, темнота, это было уже почти год прошел. За этот год, вот представьте, как мир изменился за последний год. Вот мы с вами видим, как мир изменился за последний год, значит, за последний год с этим вот пандемией, коронавирусом, но все уже более-менее привыкли, потому что, я помню, первое время это было все очень удивительно, вообще вся эта пандемия, коронавирус, как, что, эти маски. Сейчас никто уже не удивляется, люди ходят в масках, как будто бы в них родились, вообще, то есть уже, ну, маска, ну, я не знаю, во всяком случае в Израиле, в Израиле в аэропортах никто не снимает, в самолетах, там. То есть мир изменился на наших глазах за последний год. И в Египте, когда была вся эта ситуация за год, египтяне, они поняли, что творится что-то невероятное. То есть творится что-то невероятное, что вот этот вот народ евреи, которые были рабами, то есть они были в самом таком загнанном положении, то есть их угнетали более ста лет, они были просто вообще, ну, вот в самом страшном угнетенном положении. Рабы без имущества, вот как в Америке, там, хижина дяди Тома, да, так это еще были, черные в Америке были они более привилегированными, да. А евреи в Египте были вообще страхи, ну, то есть вообще никакой цивилизации. Вообще Египет была страшная такая страна, и евреи там были вот вообще по самом нижнем таким вот положении, да, загнанные. И вдруг приходит какой-то, какой-то приходит человек по имени Муше, приходит он из, откуда он пришел, пришел он из, откуда это Медьян вообще. Он зять священника главного Медьяна, которого звали Итро, и он приходит в Египет. А колено левитов, кстати, они были, это были как евреи, евреи шаманы. Для египтян они же не знали, что евреи служат единому Богу, то есть они служили своим идолом, таким животным разным, разноплановым. И, значит, они видели еврейских колено леви, которая не была в рабстве. Они считали, что они какие-то там евреи-шаманы. Но так как еврейский народ был в очень загнанном положении, то они считали, что это вообще, это вот как мы сейчас относимся к каким-то пигмеям, там, да, живут какие-то пигмеи где-то в джунглях. И, ну, что это пигмеи вообще? Ну, какая в них вообще, ни силы в них ничего нет. Поэтому к колено леви тоже так относились, ну, пренебрежительно. И тут заходит, значит, приходит этот вот Моше, и начинает их главное божество Нил. Он говорит, сейчас вода превратится в кровь. Вода превращается в кровь. Потом он говорит, а сейчас, значит, на вас найдут жабы. И вылазит из этого Нила, появляется огромная жаба, которая расщепляется на тысячи-тысячи маленьких жаб, такое клонирование, и они прям рассыпаются по всему Египту. Потом, следующее, все превращается, земля превращается во вши. Потом, вся эта ситуация, она очень удивительно...